Виза на Окантрас Фильм телевидения ГДР по роману Вольфганга Хельда Автор сценария и режиссер Курт Юнг Альзен Фильм телевидения ГДР по роману Вольфганга Хельда 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 КОНЕЦ Генри Куламан, премьер-министр, получивший два года назад независимость Островной Республики О'Кантрас, был сегодня тяжело ранен в результате покушения. Это уже второе в этом месяце покушение на политика. Куламан считается решительным поборником политики нейтралитета. Пожалуйста, виски или коньяк? Спасибо. Виски или коньяк? Большое спасибо, мое солнышко. Виски или коньяк? Коньяк. Коньяк, пожалуйста. Пожалуйста, виски или коньяк? Пожалуйста, стакан воды. Пожалуйста. Виски или коньяк? Виски или коньяк? Виски Дамы и господа, через несколько минут мы будем пролетать над порт Суданом на Красном море На Акантрас, в пункт нашего назначения, мы предположительно прибудем через 45 минут Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров Скорость полета 900 километров в час Благодарю за внимание Извините, я думаю, это вам поможет Нет, спасибо, возьмите Это правда поможет Добже Первый раз летите? Не совсем Мне приходится летать, так сказать, по роду службы Я монтирую оборудование за границей, тогда это для вас должно быть привычным делом Так и есть, так и есть И все-таки каждый раз мне ужасно плохо Кстати, большое вам спасибо, фройлен Воронич Пап Воронич? А зачем еще Пап? Так у нас в Польше называется агентство печати Вам уже приходилось бывать на Акантрасе? Я была там два года назад, на празднике провозглашения независимости Удивительный, чудесный остров, настоящая жемчужина Там живут представители разных рас и религий И живут в высшей степени мирно И этот остров словно в стороне от всего, что происходит в мире В стороне, по-вашему, это возможно на нашей малышке-земле? Англичане оставили после себя на Акантрасе военный госпит, очень современный Но там почти 40 тысяч детей И пока я буду единственным детским врачом Минутку Это очаровательная дама из Польши и господин рядом с ней Они вместе? Извините, господин, но... Он поляк? ГДР Скажите, на Акантрасе есть полезные ископаемые? Насколько я знаю, население занимается здесь Рыбной ловлей и сельским хозяйством Я же говорю, остров не имеет большого международного значения Ни в стратегическом, ни в экономическом плане Откройте тайну, откуда у вас эти потрясающие таблетки? Пожалуйста, производство ГДР Черт возьми, раньше они никогда не помогали Дамы и господа, прошу внимания Дирекция главного аэропорта Акантраса уже сейчас просит извинить за задержку Во время таможенного досмотра В связи с покушением на премьер-министра Куламана Введены особые меры безопасности Мирная жизнь в стороне от всего Диспетчерская вышка Акантраса, Дельта, Маркус, Цезарь Мы даем разрешение на посадку Спускайтесь на высоту 800 футов Спасибо 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 В плане сервиса вам еще нужно многому учиться Добро пожаловать на Акантрас, товарищ Катруб Я Ханс Ферстер, сотрудник посольства ГДР Хорошо долетели? Да-да На этот раз все было хорошо Ситуация критическая, товарищ Катруб Мы в посольстве даже думали, во всяком случае мы бы отнеслись к этому с пониманием Если бы вам улететь первым же самолетом домой и выждать там Подумайте о семье То же самое мы предлагали двоим вашим коллегам, которые уже здесь Они захотели вернуться? Нет, насколько я знаю, нет Вот видите, я провожу отпуск на Балтийском море Не понимаю, ваши коллеги должны были быть здесь полчаса назад Может что-то с машиной? Далеко до порта Альберта Отсюда почти час, столько же и до столицы Аэропорт расположен ровно посередине Я собирался в четыре часа быть в посольстве Ты берусь до отеля на автобусе? Это же отель Виндзор в Порт-Альберте, никаких изменений Ну да, я только надеюсь, что с вашими коллегами ничего не случилось Я бы предпочел вас лично туда доставить Как переходить улицу, я знаю, тут другая ситуация, товарищ Катруб Командировка отличается от предыдущих Я вам позвоню, товарищ Фёстер Еще до того, как начну распаковывать чемоданы Отлично, увидимся завтра утром Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Многовато железобетон, а в остальном безупречно Не знаю Как вы будете добираться? На работу я имею в виду У нас есть машина, Вардборг Отель Виндзор Достаточно, мой мальчик, дальше я донесу, Сэм Спасибо, я ищу мистера Алерта и мистера Темпеля Мистер Катруб Очень сожалею, мистер Катруб, мистера Алерта и мистера Темпеля в отеле сейчас нет Они хотели приехать в аэропорт, когда они выехали? К сожалению, не могу вам сказать Мистер Катруб? Да Ну что, до завтра? Вы ведь тоже завтракаете до восьми? Ну конечно, значит увидимся, до встречи Так когда уехали мои коллеги? Вам это известно? Мистер Катруб, я полагаю, да? Моя фамилия Бранко Могу я вас пригласить выпить виски, мистер Катруб? Понимаете, я только что приехал Или вы хотите сообщить мне что-то определенное? Да, что-то определенное, можно так сказать Речь идет о ваших соотечественниках Они не получили вашу телеграмму Как так? Что-то случилось? Два виски, пожалуйста Почему вы вскрыли телеграмму? Вы, собственно, кто? Я из службы безопасности Ваше здоровье Отвечаю за строительство типографии Что с моими коллегами? Мистер Алерт и мистер Темпель исчезли три дня тому назад Исчезли? Бесследно? Мы не можем это объяснить А вы? ГДР Народное предприятие Трамаг Вы видели? Что им там нужно? Здесь что-то не так Назад Саботаж С этим становится все хуже Узлы машин для нашей типографии Школьные учебники Газеты Я не понимаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они нам уже ничего не расскажут Большое спасибо Хорошая идея Когда вы известили наше посольство? Несколько часов назад А что? С кем вы говорили? С вашим послом Он не был уверен, что сможет связаться с нужным человеком до вашего прибытия Он связался? Нет Если я правильно понял Вы не исключаете того, что совершено преступление? Последний раз ваших коллег видели в пятницу Судя по их снаряжению, они собирались на пикник Они поехали на своем вардбурге После того, как они не вернулись вчера вечером, дирекция отеля сообщила об этом нам Вот уже 26 часов их разыскивает вся полиция О'Кантраса И ничего Ни малейшего следа Ни их самих, ни их автомобиля Здесь, в их гостиничном номере, мы обнаружили только всякие мелочи Господи, 38 градусов Почему вы позвонили в посольство только сегодня? Они оба, как и вы, наши гости Сначала я хотел организовать самый широкий розыск Но ведь причина их исчезновения могла быть вполне безобидна Нам не хотелось бы, чтобы какая-то поспешность привела к возникновению у вас проблем с вашим руководством Но сейчас ясно, что дело серьезное Мы не знаем, что за этим кроется Но одно совершенно понятно На нашем острове ведется какая-то грязная игра Покушение Саботаж правительственных проектов Очень сожалею, но наши гости не желают, чтобы их беспокоили в такое время Вы хотя бы позвоните мистеру Катропу Скажите, что пришел Маха Вот увидите, как быстро он прибежит, мои друзья Друзья, немедленно покиньте помещение Послушайте вы, что вы себе позволяете, какая наглость Ладно, ладно Сейчас я отсюда уберусь, но... Записку-то вы ему сможете передать завтра утром, когда он спустится вниз? Пожалуйста Пожалуйста, 282 номер Прошу Спасибо, мой мальчик Вот тебе, бакшиш Купи себе что-нибудь Я что-то не понимаю Кому какая-то польза от исчезновения моих коллег? Типография, которую вы строите, это первая и единственная на Окантрасе Благодаря ей дети смогут ходить в школу И не нужно будет перечислять деньги за границу за каждый отпечатанный бланк Или формуляр, или листовку Ваша работа очень важна для нас И, похоже, нас окружают не одни только друзья в мире Вы считаете, этим управляют извне? Может быть, на Окантрасе есть какие-то группировки, которые друг с другом... В общем, я имею в виду внутриполитическую борьбу Они есть повсюду, но они не имеют никакого значения Сегодня и в ближайшем будущем У нас одна задача Мы должны вырваться из нашей отсталости Окантрас красивый, но очень бедный остров Мы можем оплачивать импорт только нашими аграрными продуктами Мы не являемся каким-то заманчивым объектом Для тех, кто пытается получить наживу В общем, за нас никто не собирается спорить Если что-то заметите, подозрительное, необычное Позвоните мне по этому телефону Мы, конечно, проинформируем вас и посольство Если у нас будут какие-то результаты Спокойной ночи, спокойной ночи Это номер 603 Соедините, пожалуйста, с Окантрас Сити С посольством ГДР Соедините, пожалуйста, с Окантрас Сити Соедините, пожалуйста, с Окантрас Сити Войдите Войдите Мартин, старина, наконец ты приехал Маха? Да, я посмотрю на тебя Ты поправился Ну, выглядишь хорошо Как твоя жена, твоя малышка Сильки? Тебе привет от всех Из завода тоже Никто вас не забыл У нас сейчас практиканты из Бангладеш работают Я тебе кое-что принес По случаю приезда Зачем? Маха, тебе нравится? Великолепно Подожди Подожди Мартин Я, наверное, 20 магазинов у вас обошел, не нашел Кто тебя надоумил? Главное, чтобы тебе нравилось Конечно Слушай, что случилось с Хайнцем и Харрия? Ты уже знаешь? Какая-то чертовщина Подлость какая-то Мы беспокоимся Кто знает, сколько будет Напишите Кто знает Великолепно Отлично, Рой. На следующей неделе можешь возвращаться домой. Нет. Дома у него не будет отдельной постели. У него 11 братьев и сестер. Большинство детей хочет задержаться у нас подольше, подольше и поболеть. Чего ты хочешь, девочка? Ну, говори. Пожалуйста. Ты хочешь бакшиш? Неудивительно, что здесь так мало врачей. Кому захочется разориться на своей работе, что тебе нравится? Пишущая машинка? Нет. Ну и, слава богу, телефон? Тоже нет. Может быть, измеритель давления? А что же тогда? Карандаш? Ну, возьми какой-нибудь красный, или... Я понял, Маха. Если развернуть с этой стороны, мы сэкономим три часа, не меньше. Точно. Товарищ Катро, разрешите познакомить вас с ответственным отправительством за типографию, мистер Мальтони. Ваши ребята многому научились. Это заслуга Алерта и Темпеля. Какие-то есть новости? Полиция делает все, что в их силах. Но пока безрезультатно. 60% острова джунглей постоянно задействуется вертолетом. Вы уверены, что мы сможем уложиться в сроки, когда будет пробный оттиск? Посмотрим. Это очень важно. Нам нужен успех, мистер Катро. И сейчас это очень важно. У нас дома есть такая поговорка. Хорошая работа, хороший результат. Но мы должны найти Алерта и Темпеля. Должна же быть какая-то зацепка, черт возьми. Я больше 10 лет знаю этих ребят. Нормальные, хорошие ребята. Чем занимается ваше посольство? Может быть, они там все молятся? Мы в постоянном контакте с ответственными учреждениями Окантраса. Великолепно. Зачем ты так, товарищ Катров? Ты же знаешь международные правила игры. Мы не детективы, а гости в этой стране. Не вмешательство во внутренние дела государства – один из наших основных принципов. Не слишком ли это мелко? Ты думаешь, кому-то из нас все это нравится? Ключ, пожалуйста, мистер Катру. Мы как раз говорили о странном исчезновении ваших коллег. Вы что-то знаете об этом? Это моя профессия. Вы знакомы с доктором Ошенко? Нет. Господин Катру из ГДР. Он строит здесь государственную типографию этого привлечения. Василий Ошенко отвечает за корь, насморк, кашель. За борьбу с этими болезнями. Выпейте с нами. Я устал. Не то настроение. До сих пор нет никаких новостей о ваших коллегах. К сожалению, ничего. Могу понять, что вы сейчас чувствуете, товарищ Катру. Два года тому назад я был в Салонике на конгрессе по полиомиелиту. Нас было трое. Вторая половина дня была свободна. Мы отправились на экскурсию. Мы оказались в одной из этих узких маленьких улочек. Периода османского владычества. Темнота. Дышать нечем. Мы устрашивали крик. Кричала девушка. Ее вытаскивали из дома. Двое мужчин. Шла кровь. Губы у нее подрезались. Мы были как парализованы. Она увидела нас, позвала на помощь. Один из двух мужчин ударил ее сапогом в живот. Они, наверное, были сотрудниками тайной полиции. Девушка потеряла сознание. Но мы не имели права вмешаться. Может быть, это была молодая коммунистка. А мы ничем не могли ей помочь. Мы были гостями в чужой стране. Сюда! Сюда! Стойте! Пожалуйста, сюда! Ему нужно срочно в больницу. Аппендицит слишком дорого. У меня нет денег. Минутку. Хамад! Носилки! Я заплачу. Идите, помогите ему. Коробка. Моя коробка. Можно? Очень хорошо. Фантастика. Где ты это нашел? Скажи доктору. Идите. На дворе у Бен Шакема. Бен Шакем? Кто это? У него мастерская на окраине города. Темная личность этот Бен Шакем. Когда это было? Вчера? Нет. Позавчера. Автомобильный завод. Айзенах. Они очаровательны, правда? Я очень рада, что сейчас запретили вывозить их за границу. Сохраню их при себе. Дорогое удовольствие. Я так не считаю. Чего же ожидают, господа из Американо-британской горнодобывающей компании от смены правительства на Укантрасе? У нас есть причины хотеть этого. Например, Куламан очень симпатизирует коммунистическому блоку. 80% внешней торговли у острова приходится на коммунистические страны. Ерунда, Пирс. Куламан или кто-то другой. Как минимум 10 лет Укантрас будет расплачиваться не долларами, а кокосовыми орехами или горошинами перца. Что за этим скрывается, Пирс? Это не обязательно должны быть экономические причины. Все дело всегда в экономике. А в чем же еще? Укантрас даже не член ООН. Так что остается только профессор Хантер и результаты его исследований. Я бы тоже не возражал против глотка виски. Пожалуйста. Кстати, инцидент в порту самодеятельность. Хорошо еще, что узлы машин не повредили. Не понимаю. Вы же не думаете, что правительству, которое мы сформируем после свержения Куламана, будет не нужна типография? Она будет строиться, пока власти Куламана откроют ее уже при его преемнике. Строительство нужно затянуть, но не нужно ничего уничтожать. Не забывайте, я не сотрудница МБМС, мистер Пирс, но ваш босс связан с компанией Верх. Это его дело. Вы говорите, не надо уничтожать? А как насчет восточных немцев? Имя занимается Мэттис, он прекрасно знает эту местность. Он там уже был с профессором Хантером. Есть какие-то проблемы с полицией или с их соотечественниками? Пока никаких. В приемной инспектора Бранко работает наша девушка, а господа товарищи из Берлина мужественно соблюдают законность. Неплохо. Через пару дней эти двое никого уже не будут интересовать. Вы уверены? Абсолютно. Я навел справки у нас в больнице. Этот Бен Шакем известная личность. Говорят, он большой прайдоха. Занимается темными делами, кажется, даже торгует опием. Что будете делать? Знаете, в каком я состоянии, доктор? Я как человек, который уехал из дома, и не может вспомнить, выключил ли он обогреватель. Садитесь обедать. У меня есть машина. А как же с салоники? По чистой случайности у моего джипа барахлит карбюратор, и мне нужно съездить к этому старому мошеннику. Только помою руки. Вы, конечно, должны будете сообщить вашим товарищам и полиции, если машина действительно окажется в мастерской. Вам это знакомо? Вартбург? Да. Вартбург. Вартбург? Да, мистер, у меня здесь был Вартбург. На всем острове не найти автомобиля, который хотя бы раз не побывал здесь. Это относится даже к детским машинкам и коляскам. Мы даже однажды настоящий самолетный двигатель завели, он чуть не полетел. Мистер, со всем, что имеет колеса, обращайтесь к нам, не ошибетесь. Когда Вартбург был здесь? Неделю назад. Нет, две недели. Аллах дарит нам дни не для того, чтобы мы их считали мистером. Вы друг мистера Темпеля? Да. Умный человек. Немцы. Гёте. Бетховен. Мистер Дизель. Вартбург. Мотор работает, как бьется пульс у пророка. Если бы мне раз в жизни довелось выбирать между Вартбургом и Скажей Мерседесом, то я, клянусь, глазами трех своих жен взял бы Мерседес, чтобы уступить другу самое лучшее. И скромности. У меня здесь есть для вас, мистер, наверхенький форт. Если вы его купите, это будет самая выгодная сделка в вашей жизни. Мы ищем Вартбург, а не форт. Если что-то услышите, я живу в Виндзоре. Я весь обращусь слух и буду внимательнее тысячи глаз. А форт я для вас придержу, мистер. Это будет сделка в вашей жизни. Спасибо, спасибо. Вы со мной по-братски добры. Я знал, что будут неприятности. Шеф! Шеф! Посмотрите на это, что случилось? Мерзавцы. А что здесь должно было быть? Накатные валики? Да. Он не очень-то жалует своего хозяина, судя по всему. Если хотите, я возьму записку в больницу и оттуда позвоню вам. У нас там много людей, которые знают арабский. Не нужно. У меня тоже есть свой эксперт. Как хотите. Я еще поговорю с мальчиком. Как он себя чувствует? Я доволен. Температуры уже нет. Через пару дней он снова сможет украсть звезду Мерседеса. Мистер Катрук вернется. Он ничего не знает об этой истории с валиками. Иначе он давно был бы здесь, мистер Мальтони. Здравствуйте, мистер Мальтони! Что случилось? У него такое лицо, как будто у него открылась язва с желудка. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Спасибо. Дети, дети, я не могу вас взять с собой. Мне нужно ехать в больницу. Поймите. Госпиталь. Пожалуйста. Поехали, хорошо? Наши валики. А что сказал по этому поводу мистер Мальтони? Количество охранников увеличит, по крайней мере, ночью. Он поедет сегодня в столицу, попробует связаться с вашим посольством. Предприятие Трамок должно направить нам экспресс-грузом новые валики. Через 10 дней Куламан хочет отпечатать предвыборное обращение. Это раньше, чем мы намечали пробный оттиск. Ну, что там было в мастерской? Тебе передали? Да, встреча сегодня в 10 часов в желтом драконе. Какой-то притон? Не совсем. Но иностранцам там лучше не появляться. Тем более, одному нельзя туда идти. Может, Бен Шаким хочет тебя заманить? Это не он мне передал, а его подмастерья. Я зайду за тобой, Винцер, полдесятого. Я выслушаю этого человека, если он что-то знает про Аверте и Темпеля. Я сообщу Бранко и в посольство. Пусть они этим занимаются. Я не Джеймс Бонд. Как там с рулоном бумаги? В желтом драконе? А время? Сегодня вечером? А когда восточный немец возвращается в отель? До шести его не будет. Ну, достаточно времени. Спасибо, Адамс. Отличная работа. Мистер Пирс? Я ошиблась. Этот третий не лишён достоинств. Нужно его остановить. Быстро и доходчиво. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поехали! 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 Я не могу найти в Акантрас сити! Что? Нет связи? Давно? Я тоже надеюсь! Оружие я не нашел! Хорошо! Очень хорошо, Рабин! Я думаю, этого хватит на пару недель! Отнеси это обратно в комнату, но будь осторожен! Времени у тебя достаточно! Вон он сидит! Я думаю, я лучше подойду к нему один! Стакан чая, пожалуйста! Но это не получится! Айга! 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 Айга, айга! Я думаю! Айга! 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 Добрый вечер. Я опоздал? Вы позволите? Вы, наверное, что-то знаете об исчезновении моих коллег. Да. Она поразительно танцует. Бен Шаким обманул нас? Вы меня слышите? Он что, мертв? Его убили. Надо известить полицию. Бежим отсюда. Это что, бегство? Да, именно так. Если они заметят, что произошло, они разделаются с нами еще до того, как приедет полиция. Пожалуйста, отдел проследования убийств. Алло, комиссар, я говорю из «Желтого дракона». Здесь убили человека. Убили ножом. Это сделал, судя по всему, иностранец. Это ошибка, Маха. Надо было дождаться полиции. А что ты делал с «Желтым драконей»? Я могу доказать, что я не имею к этому никакого отношения. Пока они разобрались бы, прошло бы недели две, наверное. Осторожно, полиция. Видишь, хорошо, что мы оттуда смылись. Они бы не убили этого человека, если бы он ничего не знал о Балерте и Темпеле. Может быть так, а может быть и нет. Тот, кто работает с Бен Шакемом, обычно бывает приперт к стенке и ищет какую-то выгоду. Надо посмотреть, что там у Бен Шакема в мастерской. Если что-то пойдет не так, меня выдворят из стороны. Все будет нормально, не волнуйся. Знаешь, что мне в тебе нравится? Что ты никогда не забываешь поговорить о какой-нибудь вкусной еде. Я видел, как они вошли. Исполнялся танец живота. Видимо, иностранец это сделал. Удар в почку. Он и пикнуть не успел. Отличный способ устранить кого-то бесшумно. Это сделал профессионал. Это он держал в руке. Вот именно, в таких очках иностранец и вошел. Здесь, в кафе, в темных очках, поэтому я сразу обратил на него внимание. Если вам нужны еще свидетели, пожалуйста. Наверное, они тоже много что могут рассказать. Не так ли? Так. А если шкафтànшик в 중ихокатограф. Пилинг, пять leaf memory. Вкусный. Изгborough, вытащитель. Талянберг. Так. П Clean resunu. Исправить его не искать. У такие плампу. Вот. С 35inda! С 35 difference! Вкусный прогноз! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, они не были внутри во время аварии. Не было никакой аварии? А иначе зачем он тогда спрятал машину? Следов крови внутри нет. Что это? Я думаю, пора вызывать Бранко. Продолжение следует... Через 10 минут мы будем в полиции. Мальтони тоже надо поставить в известность. Пока вы вернетесь с полицией, здесь все исчезнет. Ты со мной или нет? Я не могу являться в полицию. Я гость на Акантерсе. Мистер Катруб в этом участвовать не будет. Я побуду здесь, пока ты приедешь с полицией, а потом исчезну. Мистер Катруб в этом участвует... Мистер Катруб в этом участвует... Мистер Катруб в этом участвует... Быстрее! 40 литров, от него даже зубов не останется. Бежим отсюда! М 욕м! М шоу? И что это такое? Машина. Сделка. Честная сделка. С кем? С Абдельмарифом, с рыбаком. Он нашел ее. На глубине 6 метров. В море. Почему об этом не сообщили? Кто-то выбросил испорченную машину в море. Зачем об этом сообщать? А это что такое? Пусть Аллах поразит меня слепотой, если бы я знал об этом. Это, наверное, этот чертов американец. А я доверял ему. Как себе самому. Это же мой хлеб. Не забирайте это. Вы поедете с нами. Там все получите бесплатно. В том числе и хлеб. Чертовы бандиты. А ты останешься здесь, пока комиссар не решит, что делать с этой лавочкой. 14 лет честного труда. Бандиты. Я своими руками все здесь построил. Так. КОНЕЦ Соедините, пожалуйста, с посольством ГДР. Что? Опять нет связи? Доброе утро, мистер Катруб. Уголовная полиция. Были неприятности? Пропустите его к умывальнику. Могу я узнать, в чём дело? Мы выполняем сервисные функции. Вы забыли свой карманный нож. Отличный сервис. А что вам в действительности надо? А это мы нашли в вашей куртке. Это держал в руке убитый человек в жёлтом драконе. Что вы хотите этим доказать? Это ваши очки. И нож тоже ваш. Нож, которым был убит этот бедняга. Вы арестованы, мистер Катруб? Пожалуйста, мистер Катруб. Это ненадолго. А в городской тюрьме в Акантрасе есть даже туалет и электрический свет. Спокойной ночи. Спасибо. Завтрак, пожалуйста, не раньше восьми. Воды, воды. Сейчас, сейчас. Осторожно, не так быстро. Ты немец? Да. Западный? Восточный? ГДР. Тебе нужно к врачу. И побыстрее. ГДР? ГДР? Были двое мужчин. Двое? Строители. Они строят фабрику. Для книг и газет. Это мои друзья. Ты их знаешь? Я им говорил, не надо идти. Смерть не хочет гостей. Она не отпускает их обратно. Куда они не должны были идти? Я их ищу. Они исчезли. Слышишь? Расскажи мне все, что знаешь, старик. Где ты их видел? У... У... У Тики. Я сказал, чтоб они не ходили. Не искали дорогу. Откройте! Откройте! Вы что, оглохли, черт возьми? Хорошо, что вы пришли ко мне. Дело оказалось не таким сложным, как мне это показалось после вашего звонка, мистер Ферстер. Вскрытие показало, что человека в желтом драконе убили стилетом. Это довольно длинный инструмент, примерно 30 сантиметров. И нет никакого сомнения, что карманный нож вашего соотечника позднее для проформы был вставлен в рану. Канал прокола длиннее, чем лезвие ножа вашего земляка вместе с рукояткой. Я знал, что он не имеет к этому отношения, но его поведение, конечно же, не соответствует принятым нормам. К Бранко! Надеюсь, там в полиции ничего не осталось. Вам нужно здесь подписать, мистер Катруб. Убийство в желтом драконе не имеет никакого отношения к вашим коллегам. Мне очень жаль, мистер Катруб. Ну, вы же понимаете, ситуация такая. Прошу вашего понимания. Да ладно, инспектор. А ваши коллеги из отдела убийств нашли убийцу? А что это был за человек? Я имею в виду того, кого убили в желтом драконе. Мы уверены, что это убийство в ряду тех подробных операций, которые несколько недель уже отравляют политический климат острова. Речь идет о крупном заговоре, направленном на то, чтобы свергнуть правительство Куламана. Есть что-то новое об алерте и темпеле. Это уже не входит в круг моих полномочий. Уже не входит. Они уже не считаются пропавшими в бедности. Где они скрывались? Вас там ждут мистер Мальтоне и человек из вашего посольства. Они вам все, конечно, объяснят. Вы спрашивали про Зафию. Зафию? Больной, нищий из вашей камеры. Мы его освободили. А зачем он вам был нужен? Если я его правильно понял, он видел моих коллег. Он называл имена Таки или Тики. Тики? Не знаю такого. Зафия высокая температура. Мистер Мальтоне? Мистер Мальтоне. Выпейте со мной чашку кофе с удовольствием, но перед этим я хотел бы выполнить приятную обязанность. Позвольте передать вам от имени правительства эти часы в знак нашей признательности. Большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сандра, кофе, пожалуйста. Простите, сэр. Конечно. Сейчас. Вы объяснили ему, что он по-прежнему в большой опасности, может быть, даже в смертельной? Вам нужно в отель или сразу же поедем с Мальтоне в типографию? Мне нужно с вами поговорить, товарищ Катруб. Понимаю. Если хотите, поедем с Мальтоне. Отлично. Скажите, мистер Мальтоне, что мы ждем его в парке. Да. Что вы сказали? Измена? Да. Они отправили телеграммы домой. Алерт матери, темпель, жене. Из Йоганнесбурга. Из Южной Африки. Не верю. Но это так, к сожалению, так. В Южной Африки такие специалисты, как они, на вес золота. Отправились к расистам? Нет. Не верю. Конечно, кто-то очень постарался. На лакомый кусочек любую мышь поймаешь. Но они Алерта и темпеля. И они не мыши. Они хорошие товарищи. Я головой за них хручаюсь. Я видел, как они работали. Всегда. Они были 13 августа. Потом я видел, как они были... Работали на уборке снега. Разгружали бурый уголь. Они по 72 часа. Не вылезали из своей одежды. Нет, они нас не стали бы предавать. Если существует эта организация, а в этом нет уже никакого сомнения, то они тратят большие суммы на этих людей. А они переманивают двух специалистов. А третий наш, мистер Каттер, показался более крепким орешком. И тут возникает план. Ну, например, убийство. И мы должны его нейтрализовать. Не очень оригинально. При всем понимании, благодаря твоему поведению, мы оказались в очень неприятном положении. Мы ищем специалистов по печатным станкам. Детективы нам не нужны. Выражаю тебе наше официальное неодобрение, товарищ Каттер. Но мы все-таки нашли вальки. Ты же ничего не знал об этом. И вообще все могло обернуться по-другому. Тебе просто повезло. Когда ты сюда приехал, я спросил тебя, не хочешь ли ты с учетом сложившейся критической ситуации улететь обратно домой и переждать, пока здесь не станет спокойно. Еще раз спрашиваю тебя. А ты? Уезжаешь? Нет, конечно нет. Но я другое дело. Я нужен Махе и его ребятам. Я не могу их оставить. У нас на следующей неделе должен быть пробный оттиск. Мы сделаем это без алерта и без темпеля, если нужно. Когда-нибудь ты превратишься в красивого, сильного, большого льва. Где Сафия? Ты его знаешь? Нищего? А что с ним такое? Он болен. Настолько болен, что мы не хотим дать ему умереть в тюрьме. Говорят, он очень мучается. Я хочу, чтобы ты ему помог, Рабин, и избавил его от его мучений. Сегодня же. Иди. Его, я думаю, мы сможем переправить через границу. Что там? Что-то не выходит? Почему ты решил? Мы тогда заканчиваем на сегодня. Ты езжай. Я вернусь с охранниками после того, как они сменятся. Через три часа? Ну и что? Пока заодно выясню, можно ли этой штукой ловить радио Берлин Интернациональ. Ну не можешь же ты. Езжай, езжай. Как друг тебе говорю. Ах, ты чертов немец-трудоголик. Подождите. Почему вы уезжаете? Как вы думаете, почему Мартин это делает? За деньги? Он и цента дополнительно не получит. В отеле у него холодные напитки и тенек. Я вам скажу, почему он работает без учета времени. Он понимает, что на Акантрасе учебники так же важны, как рис. А может быть еще важнее. Мы не дураки, но вы слепые. Почему слепые? Мы прекрасно различаем, какие цифры на купюрах. А как с валиками? Кому-то очень важно, чтобы у нас на Акантрасе не было пока газет и учебников. Моим детям это безразлично. Неудивительно, с таким отцом. Скажите у меня дома, что я задержусь. Моим детям это безразлично. Ну что, и ты вернулся? Ты только ничего не воображай. Просто тот парень, ну этот водитель, он без вас не хочет уезжать. Чертов идиот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Простите. Простите. Я вам кое-что принесла. Это мне? Доставайте. Костюм для меня, не для вас, для вашего земляка. Мистер Хайнс Аллард. Я ему ничего не буду пересылать. Вы действительно считаете, что они отправились в Южную Африку? Нет, конечно. Как вам попал костюм? Его принес портной. Разгорелась ссора между ним и мистером Адамсом. Внизу я подошла. Это обошлось мне в 6 фунтов. Я, недолго думая, заплатила за костюм. 6 фунтов, вы говорите? Да, обычно такая работа стоит 4 фунта, но вашему коллеге было очень важно, чтобы костюм был готов еще до открытия. До открытия? Да. И тут меня осенило. Я заговорил с портным. Как вы думаете, когда инженер пришел на примерку? За 12 часов до того, как он исчез. Со мной в камере был старый больной нищий, Зафия. Я должен его найти, он что-то знает. Мы уже говорили об этом, помните? Стики и Литаки далеко не продвинутся. Именно как у героев комиксов. Я продолжу расспрашивать людей. Спокойной ночи. Доброноц. 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 Спокойной ночи. Приятных снов. Не надо ничего такого думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Она работает на Тики Ламадана. У него магазин в порту. Тики Ламадан? Что это за человек? Не понимаю. Пока не забыл. Зачем мне деньги? Купите новую плёнку. Разрешите? Минутку. Алло? Алло? Мистер Катруб, вас к телефону. Катруб. Магазин в порту. Тики Ламадан. Я думала, может быть, мы и заглянем туда. Что? Прогулка по магазинам? Нет, Мартин, думаю, это несколько преждевременно. Вот так. У меня вместо отравленных лёгких – Кока-Кола. Есть кто-нибудь? Есть здесь кто-то? Здесь кто-то. Добрый день. В чём дело? Вы боитесь нас? Саламу алейкум. Аллах снова прислал вас. Чем могу служить? Почему здесь вы? А где Тики Ламадан? Он старый больной человек. Мой компаньон. Вы хотите с ним поговорить? Давно у вас этот магазин? Примерно год. Желаете что-то приобрести? Собственно, да. Может быть, фотоаппарат? Пожалуйста. У нас отличный выбор. Можете всё осмотреть. Мой дом – ваш дом, сказал паук бабочке. Вот отличный аппарат. Маленький, удобный. 8 фунтов. Только для вас, мадам. Послушайте, вы продали вот это моим друзьям. Зачем? Вашим друзьям? С чего вы взяли? Шейла! Ты что-то из этого продавала? Двум белым, может быть. Землякам этого мистера. Значит, нет. Останови. В чём дело? Старая женщина. Страх. Я должен с ней поговорить. Что вы задумали? А что с Алертом и Темпелем? Если они не предатели, значит, что-то произошло. Ибен Шакен ключ к разгадке. Мне нужна ясность, я вас понимаю, но... Подождите меня здесь 30 минут. Если я не вернусь, известите Бранко и моих в столице. Подождите, Мартин! Подождите, Мартин! Подождите, Мартин! Подождите, Мартин! Надеюсь, не помешал? Что вам от меня нужно? Не подходите, предупреждаю вас, я вам ничего не сделаю. У меня маленький вопрос. Не прикасайтесь ко мне, это нападение, это будет вам дорого стоить. Вы продали моим друзьям несколько странных вещей, вот этот скальный крюк, например. Не понимаю, что вам от меня нужно? Что они собирались делать? Что вы им продали? Почему я должен знать об их планах? Я просто торговец и не более того. Оставьте меня в покое. Осторожней, с ножом. А что с ним? Он отравлен. Ну, говорите. Да, они были здесь, они купили этот крюк и еще кое-какие мелочи. Какие мелочи? Карманные фонарики, батарейки. Фонарики? Зачем? Говори. Клянусь Аллахом, я не знаю, можете меня убить. Я только это и могу сказать. Ты лжешь, потому что боишься, и ты прекрасно знаешь, что я тебя не убью. Я знаю кое-что получше. Ты мне расскажешь, что собирались делать мои земляки. Это грабеж. Это вымогательство? Пять фунтов. Ты разоришь меня. Мои деньги, моя кровь. Десять фунтов. Что тебе известно о моих друзьях? Скажи правду, и я верну тебе все до единого пенниса. Сразу? Десять фунтов? Сразу. Ты меня путаешь с обладателем. Волшебные лампы. Но деньги я достану, даю слово. Нет, нет. Часы. Дай мне часы. Согласен. Твои друзья поехали к семи воротам смерти. Если выяснится, что ты это узнал от меня, я труп. Поехали. К махе. Семь ворот смерти? Я об этом слышала. Священное место. Может быть, все-таки есть шанс? Чего хотели от тебя эти двое? Говори. Кого ты имеешь в виду? Ах, матросов. Я здесь всего пару минут. Может быть, тебе Шейла поможет? Эй, Шейла! Куда опять запропастилась эта старуха? Не надо, Бен Шакем. Ты говорил с ними. Теперь я тебя понял. Ты говоришь об иностранцах. Женщина хотела купить фотоаппарат, но не купила. Что тебе от них нужно? Я могу легко разузнать, где ты их можешь найти. За заслуги перед Акантерсом? Уступлю за 25 фунтов. Я сам столько за них заплатил. Их тебе дал немец. Наверное, ему были нужны деньги. Красивая женщина, дорогое удовольствие. Ты их купил не за деньги. А за что же тогда? 25 фунтов. Зачем мне врать? Вы же знаете, что на меня можно положиться. Как много ты ему рассказал. Клянусь жизнью. Все. Он все им рассказал. А тебе он сказал, где найти моего брата. Зофия был при смерти. Они знают, что им надо ехать к семье в воротам смерти. Она лжет, Рабин. Не верь ни единому слову. Он убил твоего брата, а ты ему помогаешь? Помогаешь убийце. Он был ножом, а ты был пальцем, указавшим ему дорогу. Уходи отсюда, старуха. Уходи подальше. Итак, они знают, где их друзья. Дэн Шакем все рассказал. Больше он уже ничего не расскажет. Немедлень иди к Мэттьюзе. Пусть он едет к семи воротам смерти и возьмет с собой Хастера. Когда приедет немец, он ничего не должен найти. Я ведь знаю Алерты и Темпеля. Они прекрасно понимали, что приехали сюда не развлекаться. Но не на субботник же они в эти пещеры поехали. Нам нужно немедленно туда попасть. Зачем нестись на прополом? Это бессмысленно, Мартин. Такие вещи необходимо тщательно обсудить. Бранко, Мальтония и ваш товарищ Ферстер. Вот это правильный путь. Ты говоришь так, как будто речь идет о получении разрешения на фотосъемку. Пошел уже восьмой день. Восемь дней без света, без воды и без еды. Правильный путь. Друга в беде не бросают, сказал альпинист. И прыгнул вслед своему сорвавшему другу их объединила смерть. Откуда ты это взяла? Ира? Ваш? Да. Сожалею. Аппарат конфискован. Но как же? Аппарат? Возьмите пленку и все. Конфискованная и пленка, и аппарат. На Окантрасе в течение часа назад запретили частным гражданским лицам вносить оружие. Это аппарат, не бомба. Вы журналист. У вас аппарат оружия. Тут он прав. Езжайте в отель. Для иностранцев введен кавидантский час. Нам что же, сидеть в отеле? Это на два-три дня. Не больше. Прошу вас. Но в тифографию мы можем поехать? Извините, я там очень нужен. Езжайте, езжайте. Прошу вас. Внимание, внимание. Внимание. Граждане Окантраса. Генри Куламан смещен. Говорит новое военное правительство. Во главе которого стоит полковник Скендар. Военное правительство везде контролирует положение на Окантрасе. Генри Куламан, лакей мирового коммунизма, хотел превратить остров в красный отросток. Он хотел сделать нас рабами. Генри Куламан. Генри Куламан. Зачем ты меня пугаешь? что ты себе позволяешь зачем стрелял что ты слышал что это из просто открыл стрельбу просто из страха твое дело просто сторожить и охранять пещера дядя мэтьюз позаботится о том чтобы никто оттуда из и камушка не вынес mbmc это не понравится ты понимаешь отлично это самое лучшее твое качество а и и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 да пожалуйста мы можем попробовать что попробуем доктор нам поможет отлично да ведь это посвятика знаешь что это такое а ты разбираешься в камнях у меня дома коллекция из 7400 426 камней я начал собирать их в 12 лет это урановая смолка имеет какое-то отношение к урану да к урану теперь понимаешь кому-то очень не хочется чтобы об этом узнали хочешь сказать что официально об этом неизвестно думаешь иначе англичане ушли бы отсюда кто то хочет что мы пытаемся сунуть наш нос в это дело они хотят заставить нас молчать противно этот раз все по-другому не понимаю почему по-другому до этого вы работали в германии в испании в англии и наконец японии здесь мы телят режем из телят вырастают быки когда люди заметят что здесь происходит ключ будущему окантерсу давно уже будет лежать в сейфе у mbmc компания лишает простодушный народ его единственного шанса ну хватит урановое месторождение на окантерсе возможно больше конголезского и отыскается на соотношение силы в мире этот куляман лишённый малейшего политического чутья вынужден будет торговать своим старшим маленьким остров на мировом рынке ему все равно кто будет покупать на востоке или на западе ну ладно я просто сегодня не в настроении перс а Продолжение следует... 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 Художник Кристоф Шнайдер Композитор Хельмут Нир Оператор Хельмут Бергман Автор сценария и режиссер Курт Юнг Альсен